Время рассказать о новостях в регионе. С вами Алексей Шемякин. Здравствуйте. Дождь, шквалистый ветер и гроза задержатся в Архангельске еще на два дня. Такие прогнозы дают синоптики. Последствия вчерашнего ливня до сих пор дают о себе знать. Накануне была подтоплена ветеринарная лаборатория, что на набережной Северной Двины здание 1848 года постройки находится в низине и не выдержала напора непогоды, в результате чего первый этаж полностью был затоплен. Пожарные использовали мотопомпы, чтобы откачивать воду. На перекрестке улиц Гайдара и Нагорной несколько автомобилей буквально утонули. Там уровень воды поднимался на полметра. Водители штурмовали образовавшееся озеро. Некоторым не повезло. Их автомобили заглохли. Топило и соломболу. Проблема очевидна. Архангельск не готов к таким осадкам. В городе во многих местах дренажная система не работает. На ее ремонт необходимо 200 миллионов рублей. Не повезло и жителям нескольких многоэтажных домов. Вода лилась ручьем, затопила не только подъезды, но и многие квартиры. Люди пытались дозвониться до своих управляющих компаний, но безрезультатно. Мы готовим репортаж о последствиях ливня в городе. Смотрите его в вечернем выпуске новостей в 19.20 на телеканале ТВ-центр. В этом году в области официально открыто только 15 пляжей. Но в жаркую погоду горожане часто пренебрегают правилами и купаются даже в запрещенных местах. Специалисты Роспотребнадзора проверили неорганизованные места отдыха. Пробы песка и воды взяли в семи округах Архангельска, а также в Приморском районе. Вода не отвечает санитарным требованиям в местах излюбленного отдыха граждан города Архангельска. Это река Северная Длина в районе улицы Урицкого, в районе улицы Логинова-Воскресенская, в районе острова Краснофлотский и также в Северном округе, в районе улицы Кировской. Пробы грунта отвечают требованиям из этих перечисленных точек только в Ломоносовском округе, то есть на улице Урицкого. Там можно загорать. Всем санитарным требованиям отвечает только песок и вода в районе озера Лахты, что в поселке Катунино Приморского района. Там загорать и купаться можно абсолютно безопасно для здоровья. Новое оборудование появилось в Котловской центральной городской больнице. Аппаратура установлена в эндоскопическом отделении. Техника поможет с большей вероятностью выявлять онкологическую и другие виды патологии внутренних органов. Итальянское изобретение имеет датчики для проведения исследований новорожденным детям и взрослым. Но главная особенность новинки – мобильность. Он переносной. Мы с этим аппаратом можем работать в палатах у больного, в реанимации. Мы можем выезжать, например, в районы, смотреть там пациентов и детей, и взрослых. Данные исследования будут поступать в общую медицинскую автоматизированную базу, благодаря чему врачам из разных отделений, больниц и даже городов намного легче будет поставить правильный диагноз, а значит назначить эффективное лечение. Оборудование обошлось в больницах в 9 миллионов рублей. В Архангельске полным ходом идет реализация федеральной программы ЖКХ и городская среда. В рамках нацпроекта благоустраиваются зона отдыха и преддомовые территории. В областном центре в программу попал 21 двор. Более чем наполовину завершены работы около дома номер 10 по улице Штурманской. Уложен асфальт, появляется парковка и тротуары, обустроены газоны. Там, где сейчас песок будет, детская площадка. Все будет хорошо, до конца доделают. Все довольны вообще-то. На благоустройство двора на Штурманской было направлено 3 миллиона рублей. Жители не только участвовали в разработке самого проекта как такового и давали предложения, но и в каждодневном режиме контролируют, что же происходит на площадке сегодня. А так ли это делается. А телематериалы используются. Это очень важно. Архангельску в рамках нацпроекта ЖКХ и городская среда в этом году выделено свыше 100 миллионов рублей. 68 пойдут на благоустройство. Дворов 34 на общественной территории. Работы будут проводиться при софинансировании из областного и местного бюджетов. Специализированный дом ребенка Архангельска в этом году стал лучшим на всероссийском конкурсе предприятий и организации. Уникальный в своем роде он работает по принципу семейного проживания. Каждому ребенку здесь индивидуальный подход. В этом убедилась Анна Рязанова. Сделай счастливым другого и будешь счастлив сам. Это про работу педагогов дома ребенка. Их труд особенный, как и их подопечные. Поражение центральной нервной системы и нарушение психики. Именно с такими болезнями помогают бороться малышам специалисты дома ребенка. То, с чем сталкиваются здесь специалисты, это как раз возможно менять и улучшать, только людям не успокоенных. Постоянно ищущим какие-то новые творческие прорывы. И вот я здесь был два года назад. Я вижу, насколько радикально изменилось это учреждение, какие новые технологии используются. За последние несколько лет в доме ребенка появилось новое медицинское и реабилитационное оборудование, которое соответствует мировым стандартам. К примеру, теперь массаж детям можно делать даже в условиях невесомости. У нас внедряются новые технологии реабилитации, которые подразумевают тесное сотрудничество медицинских сотрудников, педагогов и социальных работников. Только когда вместе все специалисты работают с одной целью заниматься реабилитацией, только тогда мы видим какие-то ощутимые результаты. Педагоги создают максимально комфортные условия для реабилитации малышей, при этом успешно реализуют новые проекты. Один из них – социальная квартира, где ребята могут провести время с потенциальными родителями и почувствовать себя как дома. А благодаря проекту «Наш огород» воспитанники дома ребенка теперь точно знают, что посеешь, то и пожнешь. Каждый из малышей дома ребенка, а здесь их 120, хочет, чтобы у него появились мама и папа. Педагоги говорят с уверенностью, мечты обязательно сбудутся. И статистика это только подтверждает. За шесть месяцев этого года семью обрели 60 ребят. Анна Рязанова, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. В областном центре проходит благотворительная акция «Ангелы земли». Суть в том, чтобы собрать средства для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Акция продлится до 30 сентября. Для того, чтобы показать более полную помощь семьям, нами была придумана благотворительная акция «Ангелы земли». Мы проводим ее в городе Архангельске, в социально значимых учреждениях города. Представляем, расставляем ящики для сбора благотворительных средств, с помощью которых и собираем вот эти средства. Собранные средства получат семьи, участвующие в программе «Наш семейный мир». Она действует в районах региона уже седьмой год. Специалисты Центра поддержки молодой семьи разработали курс из пяти занятий. На тренингах свои вопросы родители могут задать юристам. А психологи Центра помогут наладить благоприятный климат в семье для развития особенного ребенка. Щепная птица, глиняные игрушки и посуда, множество картин, а еще победы на всероссийских и международных конкурсах. Все это о народных мастерах, супругах Киприяновых, что живут в поселке Савинский Плесецкого района. На первый взгляд, этот дом ничем не отличается от других. Но стоит присмотреться, и тебя уже приветливо встречают разные фигуры, сделанные из глины и дерева. Заходя в саму избу, все словно оживает. Это не музей в деревне, это дом-мастерская, где живут Наталья и Евгений Киприяновы. Мы находимся в нашей творческой мастерской, Северица. Творческая мастерская – это наш дом. Мы здесь живем, работаем, нам здесь удобно. Глаза разбегаются от обилия красоты. Она везде и во всем, будь то живопись или керамика. Наталья и Евгений – художники без профессионального образования. По словам супругов, все пришло само собой. Мне в детстве очень хотелось иметь свою фабрику игрушек. У каждого ребенка своя мечта. У меня вот была мечта – фабрика игрушек. И было много желаний. Хочу то, хочу все. И мама мне дала глину и говорит, вот что хочешь, то и лепи. То есть вот у меня был свой зоопарк, у меня была квартира с куклами. Я сама их мастерила, сама делала дежонку, то есть занималась. По словам Натальи, она рисует то, что любит, и все зависит, конечно, от настроения. На полотнах даже свой родной дом, везде разный. Подсказать нужный образ может абсолютно все. Дождь, солнце, даже стрекочущий в траве кузнечик. Наталья и Евгений – не просто супружеская пара. Это единый творческий тандем. И на создание произведения порой вдохновляет одно и то же. Вдохновение идет от нашей русской сказки, от наших бабушек, наших дедушек, от нашей северной деревни, от нашей природы. Потому что все это здорово, все это красиво. И на самом деле какая короткая жизнь, что мы все не успеваем сделать, что задумали. Если настроения нет, нет смысла садиться за круг. Хорошего ничего не получится. Нет настроения – сиди дома. А чем это настроение? Настроение? Так настроение – вот работа, которая тебе нравится. Вот близкий человек рядом с тобой. Я не знаю, лето – радость. Ну, зима – тоже радость. Все, вот оно настроение. Первый гончарный круг у мастеровки Прияновых появился в 80-е годы. В то время они и представить себе не могли, что их игрушки, посуда, колокольчики будут украшать интерьеры не только северных домов, но и коттеджи и вилл на других континентах. На самом деле высшая оценка – это когда к тебе приходит бабушка на ярмарке, приходит и говорит, вот купила у вас крыночку три года назад, и так хорошо, вот сейчас вот еще горшочек хочу купить. Бабушка, у которой мизерная пенсия, вот, она приходит и она покупает мое изделие, а не эмалированную костюльку, которая стоит, ну, в два раза дешевле, допустим. У любого произведения мастеров даже обыкновенной кружки свой образ и название. Например, конь на воде. Это образ солнца, которое утром восходит и словно скачет на коне, и вечером заходит, сплавляясь по воде на лодке. В семье Киприяновых даже у кошки свое особенное имя – Фасолька. Она мяукает на две ноты. Есть у мастеров и особенная игрушка – Мирилка. Она уже победила в двух номинациях на одном из всероссийских конкурсов. Мирилка учит прощать и забывать обиды, и не пускать на порог ссоры и вражду. Киприяновым повезло. За все годы совместной жизни они пользовались Мирилкой лишь иногда. Да и то, чтобы лишний раз почувствовать радость от того, что они вместе. Алексей Шемякин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Плесецкий район. И новости из Новодвинска. В городе Бумажников каждый вторник и четверг парк за городским культурным центром превращается в настоящий читальный зал под открытым небом. На выбор – несколько стендов с детскими книгами и литературой для родителей. Библиотека на свежем воздухе работает по принципу букроссинга. Понравилась книга – бери читать домой. Акция «Читатель дарит читателю». Можно забрать к себе в навечное, как мы говорим, пользование. Даже не возвращать. А если есть что-то, можно принести на обмен. Летняя библиотека будет работать до 20 августа с 11 до 15 часов. Информационные итоги сегодняшнего дня уже в 19.20 на телеканале ТВ-Центр. Не прощаюсь.